Дизенбаг, снова привет! Да, у нас второй день конференции. Снова кинод, новая тема. У нас сегодня новый спикер Вячеслав Альбертович Дубынин. Здравствуйте. Да, ну кое-что не меняется. Я старый. И вот у нас старый QR-код, который все еще можно просканировать специально для того, чтобы присоединиться к чату и для того, чтобы оценить выступление. Мы знаем, что оценки будут хорошие, но можно дать еще и обратную связь. Пару слов о том, что сейчас будет происходить. Вячеслав Альбертович, он доктор биологических наук, профессор кафедры физиологии человека и животных биологического факультета МГУ и специалист в области физиологии, нейробиологии и психофармакологии. Извините, сложно выговаривается. Самое главное для меня лично, популяризатор науки. И вот за крайний год, вы сейчас напомнили, но это действительно мой фаворит, ролик «Мозг как вселенная». Там, где вы еще с Орденым и Семехатовым. Часа на полтора, да? Да, отлично. Если вдруг не смотрели, ребят, я крайне рекомендую. А сегодня мы говорим про мозг. И у меня есть вопрос. Возможно, совсем не по теме, но воспримите правильно. Нас часто спрашивают, вот сколько, если вот мы такие, ну, как бы специалисты, прокаченные ребята, мозгом, в принципе, работаем, и руками отчасти, да? Потому что на клавиатуре надо что-то набивать. Вот. Сколько мозг может весить? Вот может он весить, например, ну, я не знаю, 20 килограмм? Ну, знаете, мозг как компьютер, да? То есть он может быть большой, может быть маленький. Но дело не в весе, а в том, насколько плотно упакованы вычислительные элементы. Поэтому, собственно, у нас на планете есть мозги довольно большие, например, человеческие, да? И довольно маленькие, например, какой-нибудь мозг попугая. Вот он в 100 раз меньше, а делает всего в 3 раза меньше, да? То есть на самом деле самые плотные мозги, вот такие вот компактные, да, с точки зрения, как это, вычислительных ресурсов на 1 грамм веса, они у птиц, у попугаев, у ворон. Почему? Потому что птицы должны летать, и их эволюция как бы уменьшала вес, вот экономила каждый грамм. А мы, поскольку ходим по поверхности планеты, то как бы нормально и так. Дельфины известные существа, у них мозг больше нашего, но он довольно плохо упакован, и как бы наш в этом смысле лучше. У слана большой мозг, два раза больше нашего, но у слана большое тело, и у него очень много вычислительных ресурсов идет на кожу, на мышцы. Поэтому вот именно кора больших полушарий, высшие зоны, именно у человека самые крутые на этой планете, и мы тут единственное живое существо. Разумное существо. Разумное. Про попугая могу подтвердить, он научился говорить привет, и тем самым привлекает внимание, когда хочет есть. Я заметил. Если на него не обращать внимание, привет. У меня одна знакомая черепаха заползает в тапки, когда голодный, и хозяин так, а, черепашка, и как бы идет кормить за салатом. Я про вес мозга почему спросил, многие интересуются, потому что если мозг весит 20 килограмм, то тогда, ну, как бы оправдан вес. Ну, это надо было с собой на тележке возить. А если он не весит 20 килограмм, ну, тогда, скорее всего, придется все-таки худеть. Это не мозг, ребята. Ну, есть такое понятие брюшной мозг, но это не об этом, да. Да, что-то другое. Встречайте, Вячеслав Альбертович Дубинин. Спасибо, спасибо. Спасибо, что позвали. Я с огромным удовольствием всегда выступаю перед аудиторией, которая как-то вовлечена в математику, физику, программирование, вообще работу с вычислительными устройствами. В свое время, когда я еще учился в школе, у меня был выбор, пойти по математическому пути или по биологическому, но я все-таки выбрал биологию, о чем, собственно, не жалею, потому что мой объект, мозг, он настолько увлекателен, я вот уже около 40 лет занимаюсь мозгом со студенческих времен, и вот кажется, что все только начинается, потому что регулярно происходят какие-то прорывы. Сейчас, наверное, самая для меня лично интересная тема – это то, что стали очень мощно работать искусственные нейросети, и ясно, что принципы организации вот этих искусственных сеток, они в основном взяты, вот самые глобальные принципы, из реальной нейробиологии, но дальше-дальше, когда мы наблюдаем, как там формируются всякие информационные каналы, идет анализ, мы получаем подсказки для понимания нашего собственного мозга, потому что, когда у вас есть некая сетка, модель, которая что-то там делает, считает, прогнозирует, придумывает картинки, вы же можете каждый элемент, каждую, не знаю, там, связь, да, между этими виртуальными нейронами отследить, а в живом мозге невозможно это сделать, вы не можете навтыкать туда, там, сто тысяч электродов. И вот сейчас идет информация от искусственных сетей о возможных принципах работы нашего собственного мозга, особенно связанных с обучением и мышлением. Это жутко интересно. Ну и тема наша сегодняшняя, она, в общем, тоже про это. Меня попросили рассказать, как, собственно, мыслит и принимает решение человеческий мозг, и я попытаюсь на таком не очень сложном уровне обо всем этом поговорить. Ну и еще добавили сюда любопытство, потому что на самом деле именно на основе любопытства мы впитываем и обрабатываем новую информацию. По крайней мере, это очень важная наша программа. Ну и вот такой вот у нас план. То есть мы пройдемся сначала по сфере потребностей, потому что наше любопытство относится именно к этой области. Потом поговорим, как формируется память и как, собственно, эти принципы дальше выливаются в формирование речевых центров и какую-то логику нашего мышления. Ну и потом, как принимает решение наш мозг. И, в принципе, я надеюсь, для каждого из вас эти алгоритмы окажутся полезны. И в конце, ну, некие как это, лайфхаки. Ну, на самом деле, эти лайфхаки, я думаю, будут рассеяны по всему телу лекции. Я собираюсь проговорить минут сорок, и еще минут десять у нас будет на какие-то ответы, вопросы. Ну и, собственно, вот на первой картинке тот самый мозг, о котором только что меня спрашивали. И, да, можете вот так поболтать головой, да, ощутить, как эта желеобразная масса переливается внутри черепной коробки. Она там отлично упакована, да, то есть там куча дополнительных упаковочных таких смягчающих удары конструкции, поэтому получить сотрясение мозга это еще надо постараться. Ну и вот, когда мы смотрим на эту штуковину, то мы видим, что даже анатомически она очень сложная. Но это все равно, что вот открыть, не знаю, там ноутбук, да, так вскрыть и посмотреть на материнскую плату и все остальные такие кишочки металлические, которые это окружают. Ну, представьте себе, вот человеку бы где-нибудь, там, не знаю, в начале девятнадцатого века досталась такая штука, он ее открывает и видит, блин, явно, что все не просто так, да, вот эти железячки. Но даже в голову не приходят, зачем они. Ну, примерно так же смотрели на мозг в течение тысяч лет люди, а понимание, что делает какая зона, оно стало приходить только с конца девятнадцатого века. Ну, и на самом деле, конечно, мы еще далеко не все знаем. Значит, что у нас видно внутри мозга? Те структуры, которые совсем в центре, они называются стволовыми, вот они, и это, по сути, продолжение спинного мозга вверх, и это в основном нейросети, которые занимаются врожденными программами и в том числе сферой потребностей и эмоций. Ну, там, не знаю, голод, размножение, дыхание, и, кстати, любопытство тоже, частично там сидят такие нейросети. Ствол, ствол мозга. И вот на этом стволе, как на стволе дерева, растет две обучающиеся структуры. Это мозжечок, который у нас занимается моторной двигательной памятью, двигательные навыки, и, собственно, большие полушария, которые сенсорная память, анализ каких-то, да, зрительных, слуховых и прочих образов, и дальше сборка из отдельных сенсорных потоков уже речевых функций, центров, и дальше мышление, принятие решений, прогнозирование. Ну, в общем, вот мозжечок – это про обучение движениям и двигательную память, а кора больших полушарий – это вся остальная память, в том числе сенсорно- такая вот речевая, сенсорно-вербальная, мы говорим. Если взять микроскоп и подойти поближе, то мы видим, что мозг состоит из примерно 90 миллиардов нейронов, то есть на порядок больше, чем жители на планете Земля. У каждого нейрона тысячи отростков. Эти отростки контактируют друг с другом, контакты именуются синапсы, и, собственно, вот эта сеть, она и реализует наше поведение, и в том числе функция памяти, естественно. По отдельным нейронам сигналы передаются в виде электрических импульсов, а между нейронами за счет выделения веществ, нейромедиаторов. И есть нейромедиаторы, которые про глобальную передачу информационных потоков, а есть те, которые создают подкрепление эмоции. Ну и один из таких нейромедиаторов, дофамин, нам сегодня очень нужен, потому что именно на основе выделения дофамина мы ощущаем радость новизны, любопытство, творчество, учимся, запоминаем новую информацию. Ну и собственно, если уйти от анатомической сложности мозга, то можно выделить шесть основных функциональных блоков. И в центре нашей психической деятельности лобная теменная кора, то, что на картинке названо блок принятия решений, то есть вот этот желтый прямоугольничек. То есть именно лобная теменная кора выбирают и запускают поведенческие программы. И чтобы запускать не обычные программы, а эффективные, которые ведут нас к некому успеху, нужно учесть три потока входных сигналов. От центров потребностей, от нейросетей, которые держат память, и от сенсорики зрения, слуха, сезания, вкуса, боняния и так далее. То есть чего мы хотим достичь, что мы знаем о путях удовлетворения потребностей и что происходит в окружающем мире. выбирается поведенческая программа в идеале, которая должна с максимальной вероятностью позволить удовлетворить потребность. И дальше сигнал сбрасывается на двигательные вегетативные центры, которые управляют мышцами и внутренними органами. Мы чего-то делаем, получаем результат, оцениваем его с помощью сенсорных систем и, корректируя поведение, дальше движемся к цели. Пунктирная стрелочка на схеме, она очень важна, она зацикливает всю систему и делает наше поведение непрерывным. Ну и еще один блок в правом верхнем углу центра сна и бодрствования, он скромный, но тоже очень важный, то есть общий тонус, это что-то вроде блока питания компьютера, вроде простая штука, но если сломается, то вообще ничего не работает. Что нам сегодня важно? Нам важны центры потребностей с точки зрения любопытства, нужна память и блок принятия решений. Вот об этих зонах мы в основном будем сегодня говорить и начнем с потребностей, которые определяют как некую зависимость организма от определенных факторов внешней или внутренней среды. Определение абстрактное, но можно, конечно, тут же привести какие-то примеры. Внешняя среда, там слишком громкий звук, и мы идем в место, где потише и покомфортнее. Внутренняя среда, в крови слишком мало глюкозы, и мы ощущаем голод, и идем туда, где находится холодильник, а в холодильнике какая-нибудь еда. Значит, программы, потребности, это, по сути, отдельные информационные сущности. Самые важные из них вырожденно вставлены, инсталлированы в наш мозг, это как бы такой биос нашей нервной системы, и это называется биологические потребности. Они эволюционно отобраны. За каждой такой программой сотни миллионов лет эволюции, и это голод, жажда, размножение, это любопытство, это безопасность, стремление лидировать и так далее, и так далее. И мы так устроены, что стремимся удовлетворять эти потребности, и когда удовлетворяем, то испытываем положительную эмоцию. И положительная эмоция, это для нас приятно, как для субъекта, но с точки зрения системной работы мозга, это тот сигнал, который говорит, поведение оказалось успешным, и надо запоминать эту программу. То есть на химическом уровне за счет выделения определенных нейромедиаторов, вот, например, того же дофамина, сигнал, который мы субъективно считаем, оцениваем как положительную эмоцию, этот сигнал поднимается в кору, и кора запоминает, ага, вот что надо делать, чтобы было хорошо. А если поведение не привело к успеху, возникают негативные эмоции, и опять-таки это определенный сигнал в кору, который говорит, что надо тормозить неудачную программу. Ну и вот эта сфера потребностей, особенно биологических потребностей, она во многом основа нашего темперамента, того, что еще психоанализ в 19 веке назвал бессознательная сфера, ну, физиология современная больше любит понятие неосознаваемая деятельность нервной системы, и список этих самых врожденных биологических потребностей, он у нас и у высших животных примерно одинаков, и так же, как эта кошка, мы хотим есть и пить, спасибо за водичку, вот, так же, как эти панды, мы не против поспать и даже где-то полениться, и так же, как эта крыса, мы не против размножаться и ухаживать за нашими детенышами, и за каждым этим действием, определенные потоки положительных эмоций, и кому интересно, вы можете в сети найти мои лекции что-нибудь вроде мозга и счастья, когда, значит, все это рассказывается на уровне в том числе различных нейромедиаторов. Вот список основных биологических потребностей, за каждой строчкой, ну, на самом деле, огромный блок нашей жизни, и, что интересно, огромный блок экономики, потому что, собственно, можно говорить о потребности, опять же, в безопасности, в любви и размножении, или там в той же самой еде, или в лидерстве, а можно говорить о лакшери-товарах и, там, не знаю, о подарках любимым и, естественно, посещении продуктовых магазинов, ресторанов и так далее. То есть, каждая биологическая потребность – это огромная сфера экономики, каждая эта строчка – это не просто так, это не результат какого-то философствования. За каждой строчкой вполне конкретные нейросети, гормоны, нейромедиаторы, гены. То есть, на самом деле, про каждую из этих потребностей мы много что знаем, и любая из этих программ, она есть в мозге каждого человека, но инсталлирована с разной степенью яркости. Иногда прям совсем плохо инсталлирована, и тогда какой-то блок работает слабо-слабо, и там какие-нибудь child-free появляются люди. Иногда это слишком сильно инсталлировано, и тогда психологи называют акцентуацией, а клиницисты в тяжелых случаях маниями. Но так в среднем работает все более-менее. Ну, и вы видите три группы программ, витальные, социальные и саморазвитие. Витальные, которые жизненно необходимы. Если их не удовлетворят, то просто помрешь, ну, и еда, безопасность, например. Социальные – это когда мы с кем-то взаимодействуем в рамках нашего ближнего круга, семья, дети, любовь, партнеры для размножения, или в рамках нашего коллектива, и это лидерство, понятие собственности, или, например, эмпатия. Это важнейшие нейросети, которые основаны на работе так называемых зеркальных нейронов, и это тоже врожденная наша функция – сорадоваться и сострадать. И третья группа программ – программы саморазвития. Их определяют как программы, направленные в будущее. Они несколько наперед подталкивают нас реализовать то или иное поведение, например, собирать новую информацию. И это как раз наши сегодняшние программы, программы исследования мира, любопытства, новизны. Что еще в этом списке? Программы подражания. Это, кстати, вторая группа зеркальных нейронов. Мы повторяем чьи-то реакции. То есть эмпатия повторяем эмоции, а подражание двигательное повторяем чьи-то моторные навыки и типа делай как я. Еще программы игры. Играть это отдельная такая задача. Это в комфортных условиях осваивать те или иные навыки. Ну и как бы поэтому сфера образования она постоянно геймифицируется. Ну и вообще собственно что я в этой аудитории буду говорить об играх и о их привлекательности. И еще раз каждая строчка это отдельная отрасль экономики. И программы свободы. Еще Иван Петрович Павлов в 1917 году между февральской и октябрьской революцией написал очерк программы свободы, рефлексы свободы он назывался, где указывал собачки-то наши, да, они не только про еду, размножение и безопасность, они еще хотят быть свободными. И если вы поместили собаку во время выработки условных рефлексов в слишком маленькую камеру, комнату, то многие собаки против, и у них возникает, ну, сейчас бы мы сказали стресс, а Павлов писал запредельное торможение, и дальше начинает играть темперамент собаки, собаки-холерики начинают лаять и кусаться, собаки-меланхолики впадают в депрессию, собаки-флегматики говорят, пошли вы на и ложатся спать, и только собаки-сангвиники продолжают вырабатывать условные рефлексы, говорить, что все, что нас не убивает, делает нас сильнее, и все испытания посланы нам для того, чтобы самосовершенствоваться, ну, тут как бы все по-разному, даже в случае собачьего мозга, ну, не говоря уже о человеческом. Программы исследования любопытства колоссально значимы для нашего мозга. Мы очень мощно ориентированы на новизну, и зачем это? А затем, что чем больше мы знаем об окружающем мире, тем адекватнее наше поведение. Это глобальная эволюционная логика. Маленький ребенок над этим не задумывается, он просто стремится узнавать, новое, ну, и, собственно, этот процесс познания мира, он, слава богу, растянут на всю жизнь и дает, действительно, нам кучу положительных эмоций. Где сидят у нас центры в мозге, которые занимаются различными биологическими потребностями? Они, в основном, в глубинных стволовых структурах. Две ключевые зоны отмечены на картинке. Красным овальчиком показан гипоталамус. Там более древние функции голод, жажда, размножение, безопасность. И зелененьким таким кружочком показана структура, которая называется миндалина, по-русски, по-латыни амигдала. Это парные структуры, которые у нас в глубине височных долей. Это не та миндалина, которая в горле, это та, которая в мозге. И там как раз программа эмпатии, подражания, лидерства, территории, собственности. То есть это более новая добавка. И еще раз, вот этот список, который на предыдущем слайде, он в мозге каждого человека, но установлен с индивидуальной яркостью. Кто-то более любопытен, кто-то менее, кто-то более эмпатичен, кто-то менее, кто-то более тревожен, кто-то менее, и так далее, и так далее. От чего зависит эта установка? Процентов на 50 от генов. Мама, папа, спасибо, что дали мне такие, ну или, ну, спасибо, по-любому, да, спасибо родителям, что я есть на свете. Да, дали мне такие гены, и поэтому я вот в такой степени, да, имею вот такой темперамент. 50% гены, но 50% это гормоны, это некая текущая ситуация, это наш личный опыт, и, собственно, как бы, это тоже много. Личный опыт, как на все это накладывается? Вот представьте себе, что человек, скажем, не очень любопытен, или там не очень, не знаю, там, лидирующий, но дальше жизнь его ставят в такие условия, что быть любопытным это хорошо, или лидирующим, да, главным. Что значит жизнь ставит? Сначала родители, потом учителя, потом добрые начальники, да, вот на вашем рабочем месте. Например, специально вас помещают такие ситуации, когда вы, ну, буквально вынуждены быть творческим и креативным, что-то делаете, придумываете, получаете от этого положительные эмоции, и ваша кора больших полушарий запоминает. Оказывается, да, опять же, креативить, это классно. И вот это уже называется воспитание, то есть врожденная установка темперамент, над этим темпераментом нарастает наше воспитание, и, например, такие программы, действительно, как любопытство, лидерство, эмпатия, они очень сильно воспитуются, можно нарастить эти как бы навыки, скилзы. А вот, например, какая-нибудь программа голода, она плохо воспитуется, и как бы люди годами пытаются сидеть на диете, и все равно плохо получается. Что тут еще показано? В качестве примера гормональной регуляции здесь изображен тероксин, ключевой гормон нашей поджелудочной железы, ой, извините, нашей щитовидной железы. Щитовидка у нас находится вот здесь, в нижней части шеи, который задает вообще общий уровень нашей активности. Для того, чтобы интенсивно, мощно работать, каждая клетка нашего организма, в том числе клетка мозга, должна получать каждый день несколько молекул тероксинов. И если маловато, то мы ощущаем вялость, порой депрессию. И недавно у нас защищалась кандидатская диссертация на факультете. Половина случаев депрессии начинаются с того, что плохо работает щитовидка. Поэтому, если вы вдруг вялый, грустный, и все такое прочее, прежде чем идти к психотерапевту или какими-то другими способами серьезно все это лечить и устранять, сходите сначала к эндокринологу. Возможно, нужно просто поправить работу щитовидной железы. Ну, например, добавить йод в питание чуть побольше. Если хотите знать еще о биологических потребностях, то недавно у меня переиздали мою книжку, которая так и называется «Мозг и потребности». Ну и действительно это очень важная сфера. Получается, что потребности в начале нашего поведения они запускают те или иные реакции, потому что захотелось есть или делать, потому что стало скучно и мне нужна новая информация. Но они и в конце поведения, потому что мы оцениваем успех и возникают те самые эмоции, на базе которых мы учимся. Поэтому так важно слушать свои эмоции, эмоции другого человека, хотя бы как-то видеть и понимать. Это называется красивым словом, фразой эмоциональный интеллект. С точки зрения профессиональных успехов действительно очень важно ориентироваться на некую новизну, быть любопытным. Еще раз повторяю, эта характеристика здорово может прокачиваться и воспитываться. Стрессоустойчивость и еще стремление лидировать и умение вообще взаимодействовать в коллективе, потому что многие задачи в одиночку плохо решаются и как бы нужно как-то кооперироваться, привлекать сотрудников и все такое прочее. Ну, я немножко подробнее скажу сейчас о именно любопытстве и посмотрите, как много у нас в мозге центров, связанных с обработкой новой информации. Самый древний центр находится глубоко в стволовых структурах. Это средний мозг и вот эта зона, это зона так называемого ориентировочного рефлекса. То есть повернуться и посмотреть на что-то новое, что-то зазвучало, что-то зашевелилось, поворачиваем глаза, голову, анализируем информацию. Увидели что-то новое, следующий уровень любопытства подойти поближе. Вот этот центр называется Субталамус, это называется кошка в новой квартире, обходим углы, собираем сведения. Ну, турист, который гуляет по новому городу, примерно в этом же режиме функционирует. Высший уровень уже в коре больших полушарий это манипуляции с предметами, потрогать, раскрутить, разломать, заглянуть внутрь. Ребенок, девочка, которая на слайде, она как раз там что-то делает с дувальчиком. Очень много информации мы собираем через нашу руку. Ну и, наконец, самый большой красный овальчик это высший уровень любопытства человеческий, который уже связан с речевой функцией. То есть наше любопытство изучения мира завершается тем, что мы все называем словами. Постепенно вот в этой зоне, которая именуется ассоциативная теменная кора, возникает то, что Стивен Хокинг назвал информационно-речевой моделью мира, и с помощью этой штуки мы думаем, прогнозируем, творим, и опять-таки добываем дофамин и получаем положительные эмоции. Вот столько уровней любопытства, радости, а дофамин, дофамин выделяется из нервных клеток, которые находятся в среднем мозге. То есть там же, где ориентировочный рефлекс. И это еще рыбья функция. Вы можете подойти к аквариуму, постучать по стенке аквариума, и у рыбок тоже повернутся глаза, а не повернутся, кто там стучит. То есть собирать новую информацию важно. Как мы потом ее будем использовать, это уже следующий шаг. А пока надо разобраться. Может быть, еда, может быть, опасность, может размножаться пора. То есть надо собрать информацию, а там будет видно. И вот этот дофамин, который мы получаем через любопытство, он, как любая наша функция, имеет и, скажем так, темную сторону, потому что, если вы чрезмерно любопытны, и вместо того, чтобы собирать новую информацию и дальше учиться, и вставлять это в эту самую модель мира, просто собираете новую информацию и висите часами в интернете и смотрите, как котики падают со стиральных машинок, или там, как кто-то нарезает огурцы, то как бы вы вроде добываете дофамин, но при этом не учитесь. Это уже называется поведенческие зависимости, ну и если больше четырех часов в день вы проводите за этим занятием, то это прямо уже совсем беда. Ну и сейчас там педагоги всем этим обеспокоены, потому что дети вместо того, чтобы чем-то реальным заниматься, смотрят эти самые видосики. Недаром это называют информационный фастфуд, то есть по аналогии с не очень полезным, но очень вкусным питанием. Любая система имеет оборотную сторону. Еще раз, нейроны, которые генерируют дофамин, они находятся в среднем мозге, а их отростки, видите, идут на поверхность кору больших полушарий и создают положительные эмоции, связанные с новизной. Ну и, кстати, дофамин дает нам еще один поток положительных эмоций. Вот он нарисован, вот эти стрелочки покороче, они идут в глубину больших полушарий и создают радость движений. То есть дофамин это целых два мощнейших потока положительных эмоций. Радость новизны и радость движений, и поэтому, когда мы по-новому двигаемся, это прям двойной дофамин, например, танцы, и это отдельная очень важная история. Вот, то есть радость движений, дофамин двигательный, это самый лучший источник положительных эмоций, самый адекватный с точки зрения наших сенсорных систем, а не очень давние научные работы показали, что, оказывается, активно сокращающиеся мышцы выбрасывают особые гормоноподобные молекулы, их назвали миокины, и эти миокины улучшают работу центров памяти. То есть мышцы говорят мозгу спасибо за то, что мы шевелимся, и как бы это тоже все очень-очень интересно. Итак, мы учимся на основе любопытства, ну и вообще на основе удовлетворения самых разных потребностей, и, собственно, что есть обучение, если мы говорим о работе мозга? Это активация контактов, синапсов между нервными клетками. Ну, поскольку сейчас действительно все знают про сетки искусственного интеллекта, уже этой фразой пластичность синапсов, увеличение веса тех или иных контактов никого не удивишь, вот у нас в мозге так, и в свое время, я когда был еще молодым научным сотрудником в 90-е годы, я много как раз тоже выступал перед математиками и программистами, мы рассказывали, как устроены сети, что есть отростки, контакты, есть пластичность, что хорошо нейроны расположить слоями и так далее, и так далее, ну и вот все это росло-росло и выросло во всякие интересные штуки. Во всяком случае, у нас есть контакты между нейронами, вот этот контакт крупно изображен, он синапс, и там действительно сигнал с отростков одной клетки передается на отростки другой клетки химическим путем, за счет выделения нейромедиатора. И обучение это увеличение активности синапсов по некой траектории, соединяющей пункт А и пункт Б, ну в случае там павловских условных рефлексов, стимул и реакцию. и за счет чего идет усиление передачи, за счет того, что больше выделяется нейромедиатора, а еще следующая клетка становится к нему более чувствительной. И есть механизмы, которые меняют контакт быстро, но на короткое время, а есть механизмы, которые на долгое время меняют, но это происходит медленно. Вот первый вариант это кратковременная память, второй вариант долговременная память. И так случилось, что физиология вначале изучала, опять же еще со времен Павлова, механизмы долговременной памяти. И, собственно, как заставить наш мозг лучше запомнить информацию, это для всех интересно. Ну и вот тут четыре главных условия, я думаю, они все близки и понятны каждому человеку, как лучше записать, эффективнее записать информацию в мозг. Четыре банальных, но очень важных условия. Первое условие, то, что вы делаете, должно быть для вас значимо. Чем сильнее эмоция, тем надежнее запоминание, скорее именно в долговременную память. И, опять-таки, еще Иван Петрович Павлов писал, что запоминание идет фатальным образом, то есть не очень зависит от нашей воли. Мы бы и хотели что-то запомнить, а оно не запоминается, значит, не хватает эмоций. Мы бы и хотели что-то не помнить, а оно сидит в наших нейросетях, и это психотравма, и, видимо, были сильные эмоции. И это отдельная история. Проблема еще в том, что всякие отрицательные истории, негативная память, память избегания, у нас записывается легче, а хранится надежнее. Поэтому с возрастом мозги часто перекашивает сторону тревожности. возрастное накопление тревожности это одно из когнитивных искажений. Если хотите больше знать про когнитивные искажения, мы записали целый цикл, посмотрите, пожалуйста, в сети. Второе условие – повторы. С одного раза записывается только в кратковременную память, долговременную плохо, поэтому, собственно, повторение мать учения. Третье условие – многозадачность мешает, если одна из задач новая. Если все задачи известны, то, пожалуйста, можете переключаться с программы на программу, не проблема. Но если одна из них новая, лучше все-таки расчищать под нее пространство, тогда шум в нейросетях не будет мешать модифицировать новые информационные каналы. И да, мозг должен находиться в хорошем функциональном состоянии, банально, но важно. Роль питания, движений, общего уровня здоровья, во время выпитой чашки кофе, бады, тоже не пустой звук, про это я тоже довольно часто рассказываю, поскольку моя основная научная специальность это нейрохимия и нейрофармакология. Ну и все-таки мы сейчас знаем, что в нашем мозге отдельно существует блок кратковременной памяти и долговременной, как в компьютере. И как в компьютере кратковременная память меньше, чем долговременная. где у нас центр кратковременной памяти? А вот эти синие две дуги, две ц-образные структуры, которые находятся в глубине височных долей, называются они гиппокампы. Гиппокамп в переводе морской конек, вот видите, тут отпрепарировали гиппокамп, ну не очень похож на морского конька, но зато видно, что нейроанатомы порой люди довольно поэтичные. Так вот гиппокамп это кратковременная память, память текущего дня, и он довольно маленький, поэтому много однотипной информации он переполняется, поэтому важно менять виды деятельности в течение дня. Оптимальная смена это двигательная активность между периодами ментальной нагрузки. Тогда вот эти самые слои дофамина, они перемежаются, и это для гиппокампа очень хорошо. Перезапись коротковременной памяти в долговременную идет в основном во сне, поэтому так важно спать хотя бы 6 часов в день. Сновидения зачастую отражают процесс перезаписи коротковременной памяти в долговременную. И важнейший результат формирования памяти это возникновение речевых центров. Как у нас формируются первые речевые центры? У ребенка это уже в 9-10 месяцев вовсю происходит. И собственно как мы учим ребенка словам? Мы показываем ему какую-нибудь игрушку, да, вот тут, видите, зайчик. То есть зрительный сигнал это наша затылочная кора, зрительные центры. И говорим, смотри там, Машенька или Ванечка, зайчик, смотри, зайчик. Показываем поближе, говорим почетче. На основе любопытства модифицируются синапсы на каналах, соединяющие зрительный и слуховой центр. И вот в этой зеленой зоне ассоциативная теменная кора возникают нейросети, настроенные одновременно на слуховой и зрительный образ, соответствующий некому объекту. Следующий уровень это обобщение зрительное и слуховое, потому что сегодня вам попался серый плюшевый зайчик, завтра красный пластмассовый, послезавтра вообще картинка в книжке, передняя часть затылочной зрительной коры, там где цифра 4, обобщает признаки всех этих зайчиков, но опять же вы теперь знаете, как работают искусственные сетки, они то же самое делают при анализе зрительных образов, и как раз наблюдая за искусственными сетками, мы стали лучше понимать, как работает наша собственная зрительная кора, и у всех этих зайчиков выделяется какой-то общий признак, ну видимо два уха. Примерно то же самое происходит в слуховой коре, передняя, нет, задняя часть слуховой коры, она называется зона верники, учится понимать слово вне зависимости от того, сказали его мужским голосом, женским голосом с разным темпом, вот, это зрительное слуховое обобщение. Следующий уровень, речевое обобщение, когда у нас там много слов, наша ассоциативная теменная кора способна словом более высокого уровня объединить слова более низкого уровня, то есть, например, что там у нас было, зайчик, кубик, кукла, да, это будет игрушки, и это только первый уровень, возможно, второй уровень, третий, четвертый, то есть, способность к речевому обобщению, она очень специфична именно для человеческого мозга. Простейшие речевые ассоциации может и собака сформировать, и тем более человекообразная обезьяна. вы какой-нибудь своей собаке говорите, принеси тапки, тапки, она понимает тапки и несет какие-нибудь тапки, которые дома валяются. Вы выходите с ней гулять и говорите, смотри, кошка, она все бросает и садится и сканирует окружающую действительность, потому что понимает, вот на таком уровне. Но собачий мозг, это всего несколько десятков таких центров, у нас тысячи центров, к трем годам словарный запас ребенка примерно две тысячи слов, и это действительно не только слова, связанные с реальным миром, но и слова обобщения. Зайчик, кукла, мячик, кубики, игрушки, игрушки, мебель, одежда, предметы, предметы, дома, деревья, объекты окружающего мира, еще два-три шага, и это уже физические, математические, философские понятия. Все это собирает отдельные центры вместе, и действительно к трем годам возникает в мозге то, что назвали информационной речевой моделью мира. То есть суперважная задача нашего мозга создать там внутри вот такое информационное отражение окружающей действительности. Почему здесь глобус? Чтобы я не забыл прокомментировать понятие модели. Что такое модель? Это когда вы более простой системы, пытаетесь отобразить некие существенные свойства сложной системы. Глобус модель Земли, он, конечно, не Земля, но он круглый, он крутится, на нем материки, океаны. Примерно так же формируется эта модель, и, конечно, реальный мир гораздо сложнее, мы не все о нем знаем, но что есть, то есть. Вот эта самая штуковина, которая возникает у нас в теменной коре, у меня тут 10 кружочков, на самом деле это тысячи речевых центров, это лучшее, что у нас есть на данный момент. По сути, это вторая важнейшая часть нашей личности. Первое, это темперамент, вот та самая врожденная установка центров потребностей, а второе, информационно-речевая модель мира, которая квинтэссенция нашего личного опыта, и отсюда мы способны планировать наше поведение, выбирать более правильные программы. То есть с помощью этой модели, вводя некие данные, мы можем просчитать, получится, не получится, не выполняя реальных действий. То есть по сути такая машинка времени, которая позволяет нам заглянуть вперед. Ну и собственно мы используем в простых вариантах ее очень быстро, это называется интуиция или первая система мышления по Дэниуэля Каннеману. В сложных случаях мы долго думаем и проговариваем. Ну и кстати, по сути, когда мы проговариваем, когда мы занимаемся самоанализом, мы функционируем как тестировщики этой самой нашей программы. То есть я вообще уже давно использую в этом месте этот термин. То есть мы как программисты способны отладить эту систему и, например, поймать какие-то баги, какую-то тревожность, какие-то неправильные логические цепочки, потому что окружающий мир так и норовит нам впихнуть туда совершенно ненужную информацию, реклама, пропаганда, они штампуют наши мозги и пытаются даже помимо нашей воли ввести туда некие данные и вылавливать это. Это отдельная такая задача. И типа, так, откуда у меня эти знания? Откуда, например, эта ценность личностная? А, это мне бабушка в четыре года сказала. Ну ладно, так и быть, оставайся. А вот это откуда? А, так это мне за последние несколько лет впихнули эту мысль. потому что одна из когнитивных искажений, многократно повторенная фраза для нашего мозга становится правдой. Помните, да, повторы? И как бы, вот, поэтому глаз да глаз, поэтому следим за нашей системой и вовремя переходим с мышления быстрого, интуитивного на более медленное, потому что мир наш зачастую торопит. В маркетинге это называется эффект закрывающихся дверей. Только сегодня ты можешь купить две ненужные сковородки, да, вместо одной ненужной. Вот, и как бы давай скорее. И умение сказать, нет, я сегодня не принимаю решение, я должен подумать до завтра, оно очень важное. И, кстати, когда мы спим, эта штука продолжает считать, поэтому в сновидения вплетается не только перезапись кратковременной памяти в долговременную, но еще и процессы мышления и реально есть творческие сны и все такое прочее. Ну и, наконец, как же мы принимаем решение, как мы выбираем ту или иную поведенческую программу. Анализ психофизиологический, психический, физиологический, да, то есть эти энцефалограммы, томограммы, он показывает, что в этом процессе есть три этапа. На первом этапе выбирается самая важная потребность, это называют еще выбором доминанты. На втором этапе учитываются сигналы из внешней среды. И на третьем предыдущая история той или иной поведенческой программы, как бы баланс положительных и отрицательных эмоций, связанных с этой программой. Ну и вот, собственно, картинка про первый этап. Здесь ключевую роль играет Миндалина, именно она собирает сигналы от центров разных потребностей, и дальше наша лобная кора, а именно она запускает уже реальные поведические реакции, выбирает, ага, сейчас самая важная безопасность, или размножение, или еда, потому что в каждый момент времени поведение целесообразно направлять на удовлетворение какой-то конкретной потребности, и это называется доминанта. Второй этап. Сопоставляются сигналы из внешней среды. Ну, я когда читаю подобную лекцию студентам-психологам, а дохожу до этого раздела ближе к концу лекции, естественно, студенты первый курс психфак МГУ, они уже сидят голодные в аудитории, поэтому я в качестве примера использую пищевое поведение, оно для всех понятно. Вот ваш мозг сейчас решил, что самое главное это еда. Окей, что дальше? Дальше включается собственно память, и предактивируются те программы, которые способны пищевую потребность удовлетворить. Вы же уже немало прожили на свете и знаете, что поесть можно вот так, вот так, вот так. Здесь на картинке в качестве примера приводятся три программы. То есть как можно удовлетворить пищевую потребность. Программа один – пойти в буфет и купить бутерброд, изображены поэтому деньги и колбаса с хлебом. Программа номер два – выпросить бутерброд у товарища. И программа номер три – ну, скажем, отнять бутерброд у соседа. Вот три вполне нормальные программы. И, собственно, на втором этапе они предактивируются и сопоставляются с сигналами из внешней среды. Потому что каждая из таких программ когда-то сформировалась в результате обучения. Ну, как павловская собака, да, там, капает слюной в ответ на включение звоночка. Нас кто-то когда-то научил, что если есть деньги и буфет, то мы поедим, потому что купим бутерброд. Что если есть человек, который, значит, наш друг, то, стало быть, у него можно немножко разжиться, опять же, куском хлеба насущного. И, например, да, в тихом темном месте, когда нет свидетелей, а человек с бутербродом явно вас слабее, да, можно пойти даже на вот такое полууголовное преступление и отнять бутерброд у хилого соседа. Ну, в общем, каждая из этих программ, она запускается в ответ на наличие каких-то стимулов. И на втором этапе наш мозг сканирует окружающую среду и, да, пусть, например, сейчас в окружающей среде есть стимул 1, 3, 5, 6 и 7. Ну, например, да, у вас в кармане звенят деньги, но буфет соседний закрыт, ближайший буфет закрыт. Или, например, человек рядом ест бутерброд, но он, в общем, не очень вам знаком, да, никакой не товарищ, зато вокруг тихо, темно и действительно нет свидетелей. То есть явно на втором этапе вперед выходит программа номер 3, но второй этап не последний, последний этап, как всегда, собственно, завершающий, а он у нас под номером третьим. Третий этап учитывается предыдущий опыт программы. Это вот та самая пластичность синапсов модификации, потому что каждая программа, она почему у нас в голове, она же до этого запускалась, и количество запусков и процент удач, это очень важно. То есть соотношение успеха и неудачи, это же соотношение положительных отрицательных эмоций. Каждый раз, когда удача и положительная эмоция, пластичность, контакты между синапсами становится сильнее. Каждый раз, когда неудача, это немножко колея засыпается песочком, торможение. И вот теперь мы смотрим на наши программы с точки зрения предыдущего опыта. И пусть программа номер один, это старая добрая программа, которую мы тысячи лет знаем, и она почти всегда с 90% вероятностью дает успех. И пусть даже соседний буфет закрыт, но в конце концов есть еще буфет, есть магазин, в общем, если есть деньги, то голодным же не останешься. Надежность 90%, поэтому один сенсорный балл умножаем на 90, получаем 90 очков. Вторая программа, пусть эта программа не очень надежная, 50%. Товарищ, что поделится бутербродом, то не поделится, один на 50, 50 очков. И третья программа, пусть это новая программа, вам только вчера сказали, что так можно, и вы еще не очень уверены, как это соотносится с моральным обликом, уголовным кодексом, да, то есть модификация только началась. Ну, как это бывает иногда в сводках, я впервые взял взятку, например, да, вот только с вами это случается, я впервые изменил жене. Ну, вот, во всяком случае программа еще совсем свеженькая, и модификация совсем маленькая, 25% и 100, три сенсорных балла умножаем на 25, 75 очков, и тадам, победила программа номер один. Вот, конечно, очень упрощенный, но реальный алгоритм, который использует наш мозг. Такие же алгоритмы используют, когда программируют роботов, ползающих там по улице, собирающих мусор или развозящих еду. И что важно в этой истории? На самом деле, посмотрите, ничего хорошего, да, тут не получилось, потому что лучше-то всего подходила программа номер три, а мозг выбрал программу номер один. То есть, эта история на самом деле иллюстрирует то, что наш мозг легко выбирает привычные пути. Это называется стереотипизация. Про это куча поговорок. Самая короткая дорога знакомая дорога. От добра добра не ищут. Лучше-то всего подходила программа номер три, а мы выбрали надежную. Ну ладно, с бутербродом как бы это анекдот. Ну а я когда рассказываю эту же историю, например, молодым бизнесменам где-нибудь в Сколково, я что рассказываю? Вот вы ищете, завершили свой предыдущий проект, ищете себе работу. И у вас три предложения. Предложение номер один. Хорошее, надежное место, можно работать вообще хоть до пенсии. Но зарплата не очень высокая, но зато все очень надежно, соцпакет, все дела. Программа номер два, предложение номер два. Классная зарплата, но работа такая нервная, и начальник такой довольно стрёмный, и так 50 на 50, но и третья программа. К вам приходит инвестор и говорит, слушай, я тут твой доклад посмотрел, твой стартап, он такой замечательный, вот тебе куча денег, начинай свое дело. А у вас опыта нету. И что вы выберете? Вот, вот она, да, ситуация по-настоящему такая критическая, и вопрос, насколько этот алгоритм фатален? Ответ не фатален, потому что все эти операции происходят у нас в лобной коре. Но есть ведь еще теменная, помните, где модель мира. И вот там, кроме модели мира, есть еще наши представления о самом себе. То есть там есть не только модель окружающей действительности, но модель нас самих, модель других людей. И если ты сам про себя думаешь, я творческий, я инициативный, если предоставится возможность, я ее никогда не упущу. И вот это вот за счет самотестирования прокатал там здоровенную колею на целенности, на новизну, то никто вам не мешает взять и программе номер три так раз и добавить 20 баллов из теменной коры и таки выбрать ее. И вот то, о чем я сейчас и говорю, это самое близкое к понятию воли, осознанности, сознания. То есть по сути проявление сознания это способность из теменной коры контролировать лобную. Потому что лобная, она способна воспринять сигнал из центров потребности и тут же запустить реакцию. А теменная ее контролирует. если успевает, если не поленится, если не отвлечется. Ну, представьте себе, что вы решили опять же там сесть на диету и теменной корой думаете после шести не ем, после шести не ем, после шести не ем. То есть думаем теменной корой и вот уже восемь, вот уже десять, вот уже талия формируется. Классно, да? И пока вы этой теменной корой думаете, лобная кора, сговорившись с центром голода гипоталамуса, идет к холодильнику, мажет бутерброд и сует в рот. И теменная кора, которая замечталась, да, наконец-то это замечает. Типа, ребят, вы что делаете? Мы же на диете сидим. А лобная так, ой, да ладно, от одного бутербродика ничего не будет. И теменная так, от одного ничего не будет. А завтра сядем на диету. И где ваша воля? А нигде. Да, то есть сегодня лобная кора вместе с центром потребности победили теменную. Но можно попробовать завтра, послезавтра, да? И иногда через месяц, через год это получается. И это и есть волевой контроль, осознанность. И с этим все непросто. Но именно так мы устроены. Поэтому так важно, да, вовремя затормозить некие импульсивные реакции, некие избыточные эмоции. Еще один пример – это прокрастинация. Когда мы выбираем что-то простое, вместо того, чтобы заниматься чем-то сложным. Ну, все это знают, и это обычное наше когнитивное искажение. Вас в понедельник зовет шеф и говорит, так, в пятнице напиши мне там такую-то программу или бизнес-проект, или там презентацию доклада, и вы так в понедельник, в пятницу, конечно, все успею, и в понедельник ничего не сделали. Во вторник начали было про это думать, но тут куча писем, отвлеклись, день рождения чей-то, в среду вы начали советоваться с товарищами, обсуждать, а тут уже четверг, причем после обеда. И вы согнулись, и, значит, у вас сутки остались, да, адреналин выделяется, на фоне адреналина теменная кора таки побеждает лобную, и вы начинаете пахать, 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 и за сутки делаете то, что должны были делать неделю, и если получилось неплохо, то, в принципе, это небольшой грех. И психологи называют это активная прокрастинация, и типа это ваш стиль жизни, но только давайте не слишком часто, а то хронический стресс. Но если получилось хуже, тогда это прям беда. И вот здесь тоже борьба лобной теменной коры, потому что лобная она про быстрые планы и быстрое удовольствие, а теменная про глобальные планы. И как бы там именно наше мышление и наша воля. Ну и, собственно, наверное, этот кусочек можно пропустить и сразу попытаться подвести итоги. Итак, если мы принимаем решение, что важно, что очень значимо, важно, конечно, оценить свою новизну, креативность и на осознанном уровне ввязываться в новые проекты, в новые дела, осваивать новые навыки. И сколько бы вам лет не было, это актуально. Более того, это делает мозг более молодым и более медленно стареющим. Не ловиться на желание немедленно принимать решения, то, что называют в маркетинге эффект закрывающихся дверей. Волевой контроль, он реально существует. Изучать осознанность сознания очень сложно, но физиология постепенно это делает. И это, по сути, контроль из наших представлений о самом себе, нашего поведения. Важно отслеживать и чувствовать свои эмоции, и эмоциональный интеллект это не пустой звук, а уж если вы отслеживаете и тем более управляетесь чужими эмоциями, то это вообще хай-класс, хотя в основном это иллюзия. Отслеживать утомление, то есть вот это самое оптимальное состояние мозга, ну и вот еще стресс мешает, потому что он, конечно, создает зашумление. То есть небольшой стресс, он даже полезен. Он создает дополнительный поток эмоций, типа я молодец, я справился, я преодолел. А вот избыточный стресс, он, конечно, мешает, и особенно хронический стресс, который длится, длится и длится. Ну и последняя картинка, она про концепцию, которую придумал американский психолог Михай Чиксент-Михайи. Ну, в принципе, люди и всегда это знали, но он так хорошо это сформулировал. Называется это состояние потока. Смысл этой концепции в том, что давайте ставить перед собой сложные задачи. Если мы ставим более простые задачи, то мы их решаем, и это скучно. Если ставим совсем тяжелые задачи, мы не справились, и это фрустрация, негативные эмоции. Вот хорошо бы ставить перед собой такие сложные задачи, которые в каждый момент нашей жизни решаешь с максимальным напряжением сил. Тогда масса положительных эмоций, действительно, творческий, профессиональный и прочий рост, и подъем все выше и выше. И вот что тут важно? Порой мы изнутри себя не очень видим, а до какого уровня задач мы доросли. Отсюда значимая роль наставника, руководителя, шефа, лидера, который может вас позвать и сказать, да, ты уже готов, давай, начинай. Если вы сами кем-то управляете, вы, конечно, этим пользуетесь. Вы зовете подчиненного, даете ему сложную задачу, незаметно помогаете, когда справился, хвалите, 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 потом даете более сложную задачу, и так они растут и становятся не просто нашими подчиненными, а нашими коллегами, соратниками, товарищами, а порой еще и начальниками. Ну, в общем, всем успехов на творческом, профессиональном пути. Спасибо за внимание, и я готов ответить на вопросы. Спасибо большое. Я минут 10 могу отвечать на вопросы. Отлично. Да, у нас есть вопросы в зале, но я хочу отметить вопросы в чате. Пока еще не прям все подсоединились к чату. У нас это можно сделать по QR-коду. Мой контракт три разыскать про QR-код, но два уже есть. Соответственно, первый вопрос хочется отметить, который вот самый первый человек успел задать, он про нейротрофический фактор. Надеюсь, правильно сказал. Вот можете ли порекомендовать какие-то препараты для повышения? И, соответственно, либо какие-то поведенческие... Миротрофические факторы не являются рекордными препаратами, но есть БАДы, которые чуть-чуть их цепляют. Вот этот самый, который, ежовик там какой-то, какой там гребенчатый, да, он реально, собственно, так работает. Немножечко, но работает. Но учтите, что подобного рода препараты, БАДы, ноотропы, они в норме должны действовать при регулярном приеме в течение довольно длительного времени. И будут, скорее всего, на вас действовать, если у вашего мозга какие-то проблемы вроде хронического стресса, усталости. Если у вас и так мозги нормально работают, то отложите БАДы на потом, когда-нибудь они обязательно понадобятся. Если же БАД действует с одной таблетки, это нифига не БАД, это какой-то психомоторный стимулятор с наркотикоподобными эффектами, это лучше вообще не использовать, потому что сломаете мозги за пару лет и что? Вызывает зависимость. А я еще слышал, что... Если просто зависимость, они же просто рассыпаются мозги. Физическая активность вроде плавания, например, сильно помогает. Я про миокины сказал. Любая физическая активность помогает, но танцы занимают первое место. То есть, как бы, есть прямо рейтинг. Можно просто качаться, это хорошо. Можно ходить, плавать, бегать, ездить на велосипеде, это лучше. Еще лучше с кем-то играть и соревноваться, ну там, не знаю, футбол, теннис. Хоккей. Но самое... Хоккей, например. Хоккей, да. Но самое крутое это именно танцы, потому что это сложные новые движения, да еще и в социуме, и мозги прям очень радуют. Танцы с партнером или одному? Ну, с партнером, да, с партнером, желательно с партнером, который вам симпатичен, да. Какой-нибудь вальс. Давайте дадим вопрос задать. Спасибо большое за доклад, было очень интересно. Вы в своем докладе вскользь упомянули «Вовремя выпитую чашку кофе». Вот. И меня, ну, интересует эта тема, потому что, например, я пытался по-разному экспериментировать с кофе, с кофеином и понял несколько вещей, что, например, во-первых, есть влияние на когнитивные способности и даже на настроение в какой-то степени. Во-вторых, что зависимость от кофе и кофеина это вполне реальная вещь. И, в-третьих, например, что организм способен вырабатывать некую толерантность вообще тоже к кофеину. Вот. В общем, мы здесь все, наверное, мы здесь все в аудитории люди, которые занимаются профессией, которая связана с собственной деятельностью. И хотелось бы узнать, есть ли у вас какие-то общие рекомендации на счет потребления кофеина и кофе в частности. Входите в интернет, набираете дубынин, кофеин, и на вас выпадает 15-минутный ролик и полуторачасовая лекция. Вот на самом деле с кофеином все непросто, потому что, по сути, кофеин не дает энергии, а снижает ощущение утомления. Далее, он у нас не только на активационных элементах мозга, но и на тормозных. Поэтому на большинство людей он влияет активирующие. Примерно на каждого восьмого он никак не влияет, потому что торможение, возбуждение равновешиваются. И на каждого двадцатого он влияет тормозящее, и такие люди пьют кофе перед сном. Все по-разному. И еще меняется с возрастом. Больше трех чашек в день это плохо. И лучше с утра не пить, потому что как будто вы прямо с утра устали. Вот примерно такие рекомендации. Да, и, конечно, кофе – это не только кофеин. Там очень много всего хорошего, в том числе антиоксиданты, а это прямо очень здорово. Спасибо. Я вот, кстати, пью перед сном, никакого стресса, видите? Да, все мы разные. В этом смысле кофеин очень вариабельная молекула. Можно один вопрос, пока вот микрофон передают. Вы говорили про модели, моделирование, да? Мы, наверное, не можем избежать про нейросети как модель мозга. Нейросети искусственные, то, что касается искусственного интеллекта. Как вы к этому относитесь? Насколько перспективно смоделировать мозг? Я вот два дня назад выступал на огромной конференции компьютерщиков по искусственным сетям. Мы как раз обсуждали. На самом деле, смотрите, что и получается. Для того, чтобы создать сеть, способную к сложнейшим вычислениям, в том числе к имитации речевой и даже разумной деятельности, вовсе не нужно повторять анатомию нашего мозга. Достаточно создать просто сеть с пластичными синапсами и системой подкрепления, достаточно большую, кормить ее информацией и следить, что она там внутри себя думает. Компьютерщики мне сказали, ну, вообще-то мы не допускаем, чтобы у нее была спонтанная активность, мы ее включаем только в момент подачи сигнала, она посчитала, и тут как бы дальше молчание. Пока этот режим, то нормально. Но если это будет штука, которая, ну, условно, развозит продукты или сбивает летящие ракеты, то тут уже все гораздо сложнее. То есть опасность возникает в тот момент, когда есть обратная связь и те инструменты, с помощью которых можно воздействовать на окружающий мир. Что же касается, например, GPT-чата, вот подобных рода лингвистических моделей, то они абсолютно безопасны. И очень милые, и как бы являются хорошими инструментами. Единственное, опять же, вот я почувствовал, что звучит такая тревожность, поскольку они заедают информацию из сети, а там сейчас уже, кажется, больше половины информации сгенерированы уже сейчас искусственными интеллектами, то начинается описание активности активности одних искусственных интеллектов с помощью других искусственных интеллектов. И реальный мир оказывается где-то слегка сбоку, поэтому все контролируем. То есть если вы занимаетесь дизайном и красотой, то окей, но если это какая-то статья экономическая, научная, то каждую строчку надо проверять, конечно. Это примерно студенческий диплом на четыре с минусом. Дальше надо все справить. Вообще это классный инструмент. Возможности потрясающие. Конечно, конечно. Она может понять, что у нее спросили. Ну, она ничего не понимает на самом деле, она просто из инмертного пространства вытаскивает близкие слова, поэтому, собственно, но похоже, что наш мозг делает то же самое. Спасибо. Я вот спасибо большое за доклад. Хотел спросить довольно близкий вопрос. В самом начале вы сказали, что разработка и исследование нейросетей помогает лучше нам понять, как работает наш мозг. Насколько, в принципе, это разумно, когда мы делаем нейросети на основе работы нашего мозга и потом исследуем их же, чтобы понять, как работает мозг. То есть как будто бы какая-то зацикленность получается. Плюс на шестом слайде вы показали, что у нас есть три потребности. Потребность саморазвития, потребность... Можете напомнить? Видимо, стрессоустойчивость, да? Я как раз к тому, что мы сейчас, как мы смотрим, нейросети развиваются только в потребностях саморазвития. У них нет эмоций, у них нет страха как такового. То есть, ну, есть какой-то кнут-пряник, но насколько мы здраво можем их оценивать, насколько эти... Анализ результатов работы на нейросетей корректен, перекладывая на работу нашего мозга. Ну, собственно, мы можем это все корректировать, еще раз, да, из нашего представления о самом себе и самоконтроля. Поэтому у меня там на некоторых слайдах появлялись медитирующие люди. Вот. И, по сути, да, умение остановить ментальный поток и стать над вот этими, прежде всего, потоками, которые связаны с потребностными эмоциональными сферами, это очень важный навык. И когда вы впервые начинаете сидеть в какой-то, типа, удобной позе и дышать по квадрату, это выглядит как фигня. Но когда вы делаете это две недели, два месяца или два года, вы понимаете, что это прекрасный инструмент для самоконтроля, вывода на эффективный уровень функционирования и все такое прочее. Вот. Что же касается обмена информации между реальным мозгом, моделью и так далее, ну, не знаю, я еще в аспирантуре занимался моделированием нейросетей, хоть это были 80-е годы, конец 80-х, вы, значит, на бейсике писали маленькие программки там с несколькими дефорами. Вот. Но любой, кто работал с моделями именно такими, знает, что вы туда вроде не очень сложные вещи вложили, а она начинает выдавать такие следствия, что вы так не очень даже сами-то и додумались. И это жутко интересно. Вот. И действительно, на мой взгляд, очень интересно то, что для того, чтобы построить искусственную сетку, вовсе не нужно знать детали работы мозга, молекулы, тот же самый дофамин, это про нас, это не про искусственные сети. Искусственным сетям достаточно, чтобы были контакты, чтобы они были пластичными, и чтобы было, ну, то, что называется подкрепление, да, и подкручивать веса этих самых контактов. Ну, и действительно, там главное, чтобы было много, и тогда за счет этой самой эмерджентности вдруг, бах, и возникают новые свойства. А не станут ли нейросети умнее, если добавить им как раз дофамин и эмоции? Ну, мы обсуждали это, тем более, что на самом деле в реальных системах, да, у нас там же несколько потоков положительных эмоций, связанных с новизной, дофамин, связанной с преодолением препятствий, норадреналин, связанной с, например, комфортом, да, эндорфины. Для, например, лингвистических сетей это совершенно не нужно. А вот когда у нас будет штуковина, которая условно ползает по лужайке и собирает мусор, то вполне возможно, но там важно тоже все правильно подкрутить, а то она начнет мусором считать. То есть вы задали программу «собирай мусор» и получает это положительные эмоции. И дальше вы обнаруживаете, что она вырывает траву из газона, потому что это тоже мусор, а она хочет положительных эмоций. Так что да, аккуратнее. То есть всегда должна быть кнопка «Офф». Спасибо. Вот есть еще вопрос, который точно многих волнует в аудитории. Смотрите, детям часто рекомендуют дневной сон, ну и это вообще считается нормально, да, и он важен для развития. А как насчет взрослых? Насколько полезно пас под днем? Ну, у меня большая есть лекция мозг и сон, где я про это рассказываю. Значит, два варианта. Либо вы засыпаете на 15-20 минут, не больше, и это снижает уровень шума в голове и общее освежение, и это нормально работает, и сейчас прям даже есть в некоторых продвинутых местах вот эти такие кресла, особые надподы, которые, значит, как бы, вот, но это 15-20 минут. Либо вы спите полный цикл, полный цикл у нас полтора часа, у нас полный цикл медленного волнового парадоксального сна, длится полтора часа, и вы можете проспать это днем, но тогда вы должны вычитать это из ночного сна. Посмотрите мою лекцию. Полтора часа сильно лучше, но можно и 15 минут. Смотря какая у вас цель. Как Штирлиц получается, да, 15 минут. Спасибо за внимание, мне уже, к сожалению, пора, да. Спасибо большое. Спасибо, всем удачи.